всем привет ух давненько у нас с вами не было выпусков про ремонт а причина предельно проста как только в мою жизнь вошел youtube ремонт из нее плавно вышел времени катастрофически не хватает и с момента нашего последнего видео про ремонт про мебель по моему у нас в квартире практически ничего не изменилось но кое-какую тему я сегодня все-таки подниму есть кое-что что я сознательно не показывала в своих прошлых выпусках а это спальня а меня зовут элиза я дизайнер интерьера и вы находитесь на канале просто дизайн здесь я буду с удовольствием делиться с вами процессом ремонта расскажу о покупках для дома а также обо всех трудностях с которыми мы столкнулись превращая безжизненное пространство квартиру мечты ну что погнали многие ждут информацию что же там со сроками на ремонт в два месяца и бюджетом в 1 миллион уложились мы или нет раскрываю карты ремонт действительно был закончен за два месяца где-то в середине апреля строители впервые начали свои работы а 18 июня мы уже переночевали свою первую ночь в новом доме конечно не вся мебель была куплена не было штор декора и других каких-то мелочей но сами строительные работы действительно были закончены обещаю совсем скоро сниму для вас room tour что по деньгам по итогам предыдущих видео я подсчитала что на ремонт уже было потрачено девятьсот двадцать шесть тысяч рублей и еще плюс семьсот тысяч из ролика про мебель итого один миллион шестьсот двадцать шесть тысяч рублей уже потрачено то есть в бюджет мы не уложились и забегая вперед хочу сказать что это далеко не все траты которые у нас в итоге были и будет еще несколько выпусков где я расскажу про дополнительные траты и в том числе расскажу про них сегодня а теперь вернемся к теме видео изначально план был такой что я покажу вам спальню когда мы все полностью доделаем некая до после но был у меня тут короткий ролик в одной запрещенной сети где я засветила кусочек нашей спальни в этом видео я показываю какой спальня была на момент покупки а потом как я выстраиваю гардероб и далее рассказываю историю о спасении старинной рамы с витебского вокзала которая оказывается валялась у наших родителей на даче очень очень много лет и о боже сколько хейта собрало это видео и тогда я решила что сниму полноценный ролик все покажу расскажу подробно отвечу на все вопросы повторюсь спальня у нас сейчас еще в процессе переделки и я показываю вот прям то что есть без прикрас и у нас с вами появляется новая рубрика чтение комментариев сейчас секунду я возьму телефон начнем мы с моего любимого комментария такая красивая арка и большая комната зачем ее перегораживать и делать коридорчики и комнатушки и следующий комментарий из того же рода извиняюсь перед всеми а не думала что у вас тут сборище фанаток нарезание помещений на коморке из гипсокартона объясняю для тех кто в танке зачем сделали гардеробную именно в спальне во первых давайте посмотрим на планировку нашей квартиры общая площадь которой практически 100 квадратных метров и большая часть почти 70 квадратных метров это большая кухня тире гостиная столовая прихожая и на такую огромную площадь всего четыре стены а стены это те самые конструкции которым можно что-то прислонить приставить приделать все повесить а если стен катастрофически мало то приходится выбирать либо заставить их шкафами либо повесить на них красивые картины поставить консоль организовать рабочее место в общем придется выбирать либо хранение либо красивое эстетичное пространство кстати в этом пространстве еще и живет несущая колонна которая также вносит коррективы в установку мебель проход из прихожей в нашу гостиную расположен с краю он довольно узкий как и сама прихожая и не позволяет сделать полноценную систему хранения например на границе прихожей и гостиной и также в самой гостиной полноценную систему хранения тоже не сделаешь потому что в нее еле-еле-еле помещается то минимальное хранение верхней одежды и обуви которая для нас актуальна а если у вас промелькнула мысль почему бы не сделать перепланировку и все не поменять местами не сделать полноценную гардеробную комнату то напоминаю вам что наш ремонт временный он без перепланировки соответственно менять габариты комнат и выстраивать и убирать стены мы не можем так вот дано большая квартира огромное количество личных вещей и трое жителей не считая собаки у которой кстати тоже есть свои личные вещи ну и в целом большая часть дизайнерских проектов да и не только дизайнерских вообще любых современных ремонтов предполагает наличие гардеробной в спальне или вблизи спальни потому что ну во первых это удобно логично эргономично и кто когда-нибудь пробовал пожить таким образом он душе не согласится на что-то иное просто представьте день из своей жизни вот прям с момента как вы открыли глаза и до момента когда вам пора ложиться спать а если прямо из спальни еще и выход в собственную ванную комнату то это вообще не жизнь а сказка вы просыпаетесь утром идете умываться сразу же заруливаете в гардеробную выбираете себе наряд на день краситесь и выходите на кухню уже вся такая красивая где вас ждет муж с утренней чашечкой и вам не надо бегать по всей квартире когда вся одежда висит и лежит в разных местах джинсы в комоде платья в шкафу носки вообще-то быть это в ящике так что теперь проанализируем все то что я сказала ранее и вернемся к нашей спальне ее площадь изначально было 25 квадратных метров плюс эркер который имеет площадь около пяти квадратных метров и того у нас спальня с эркером фактически 30 квадратных метров плюс еще и высота потолка 37 метра то есть это реально довольно просторное место где могли бы поместиться стандартная однушка или какая-то большая студия кстати мы жили в студии 27 квадратных метров и у нас там помещалась прихожая туалет с ванной кухня зона спальни телевизор так почему же народ так возмутился что мы свою огромную спальню немножечко уменьшили на каких-то четыре квадратных метров честно я понятия не имею но раз уж пошла такая пляска то давайте я расскажу вам подробнее о нашей гардеробной сколько денег на нее ушло и какие моменты важно учитывать при планировании гардеробной у себя дома ну или на даче неважно наверное у вас возник вопрос почему стены нашей гардеробной не до потолка на это есть несколько причин первое возведение новых стен является перепланировкой которую обязательно нужно согласовывать в жилищной инспекции а это долго дорого и далеко не факт что одобрят конечно многие люди ничего не согласовывают и лепят в своих квартирах что хотят иногда последствий никаких от этого нет а иногда мы получаем обрушение целого дома важный момент возведение стеклянных оловянных деревянных и других декоративных перегородок согласовывать не нужно так как они не несут существенной нагрузки на перекрытие в нашем же случае момент спорный по идее конечно даже такие стены из гипсокартона нужно согласовывать но тот факт что мы сделали их максимально легкими и не такими высокими он снижает нагрузку на перекрытие и эти стены в случае чего очень легко будет демонтировать и самый важный момент мы не планировали делать даже косметический ремонт в спальне до меня жутко расприжает этот ламинат который с имитацией чего-то там застаренного дерева и кстати если вы находитесь на стадии выбора ламината или паркет или линолеума неважно в общем не советую вам брать имитацию чего бы то ни было кроме непосредственно дерево натурального классического дерева так как все остальное скорее всего будет выглядеть дешево старомодно и очень быстро вам надо так вот у нас стояла сложная задача спроектировать гардероб не затрагивать уже существующие стены потому что например вот это и темно-синей серой краски у нас даже тупо не было то есть мы в случае чего даже не сможешь не сможем ее подкрасить так что строители работали просто филигранно работа была сделана супер чистая ни одна стена не пострадала а если бы мы делали их до потолка то конечно же гораздо больше вероятность что мы бы тут просто все уделали и пришлось бы делать косметический ремонт полностью во всей комнате ну и последняя причина внешний вид на мой субъективный взгляд наш вариант гардеробный выглядит более легко воздушно возможно даже в этом есть некий дизайн и изюминка плюс особого смысла делать стены гардеробной до потолка где извините высота 4 метра особо нет потому что вряд ли вы будете активно пользоваться хранением которое сильно выше вашего роста ну разве что ставить в стремянку гардеробную но это опять-таки не безопасно и не очень приятно проход кстати намеренно сделан именно так у нас есть маленький ребенок который периодически спит поэтому нам нужно было максимально тихое и безбарьерное проникновение гардеробную да и очень удобно что открыл дверь и сразу же свернул в нужную сторону да конечно можно было сделать раздвижные двери но у них есть свои технические особенности установки эксплуатации также это довольно таки дорогостоящая конструкция и нам этот вариант не подходил можно было сделать шторку я в принципе даже до последнего думала ее сделать но в какой-то момент я присмотрелась и как-то мне так понравился этот минималистичный проход довольно таки аккуратный тем более что из него не то чтобы какой-то очень плохой вид в принципе там вполне аккуратно висят вещи и ничего такого криминального я в этом не вижу а теперь давайте же посмотрим что нас там внутри пойдемте за мной все покажу сразу хочу предупредить специально я ничего не убирала и это не тот случай когда мы кокетливо говорим ой у меня не прибрано а на самом деле там просто все по цветам у меня же реальная картина вы сейчас это сами увидите так что просьба слабонервным и беременным женщинам отойти подальше от экрана конфигурацию мы выбирали сами причем можно было сэкономить и сделать вот эти штанги просто от стены до стены без всяких шкафов но тогда это была бы более грязная работа нужно было бы больше сверлить в общем это все сложнее поэтому мы просто купили вот такие готовые пеналы три секции соответственно это оказалось очень удобно потому что одежда не смешивается у каждого члена семьи своя секция и это было очень чисто потому что мы просто собрали этот пенал поставили и абсолютно ничего не сверлили а над нашими пеналами у нас хранение коробок чемоданов в общем всякого ненужного хлама с другой стороны от вертикального хранения одежды у нас находятся полки для горизонтального хранения а также выдвижный ящик для спортивной одежды для носков для домашней одежды и главное что мы смогли решить в рамках своей гардеробной это решить проблему с сушкой белья я рассчитала заранее сколько сантиметров она занимают длинные вещи и постельное белье а также сколько сантиметров занимают короткие вещи футболки шорты и детская одежда а также обязательно нужно измерять общую длину которая нужна вам для вашей чистоты стирки и сушки стандартная длина напольных сушилок где-то 16-20 метров у нас здесь получилось по моему тоже около 16 метров я не скажу что этого прям за глаза и за уши но все-таки у нас маленький ребенок которым постоянно что-то стирается в целом этого хватает зеркало кстати переехала к нам с нашей прошлой квартиры и конечно же она временно стоит вот так по-хорошему его нужно подвесить все чтобы никто не запинался об него и случайно не разбил так что зеркало кстати отлично расширяет пространство и также удобно примерять какие-то наряды и сразу же смотреться на себя в зеркало я думаю что девочки меня поймут да и не только девочки все меня поймут а что касается подсветки ее делал мой муж а здесь не было никаких выводов под светильники дополнительных но была розетка и поэтому мы просто купили лампы соединили их между собой и они включаются от обычного выключателя а также можно каждую лампочку включать отдельно вот так например если вы утром только проснулись и вообще не готовы вот сразу же к такой вспышки яркого света а так что это очень удобно и еще такой момент да я понимаю что это не самая красивая подсветка которую вы когда-либо видели в жизни но она обошлась нам очень бюджетно и главное что она отлично выполняет свою функцию ну а теперь перейдем к стоимости и наконец-то обновим наш счетчик потраченных денег возведение стен с учетом работы и материалов обошлось нам около 15 тысяч рублей и заняло около двух дней точно не помню кстати выкрасить стены гардеробной в бежевый цвет я решила уже потом и красила их сама изначально они были белые но мне показалось что это немножко скучно хотелось как-то выделить эту коробочку сделать на нее акцент кстати краска осталась после кухни вот сама гардеробная система у нас икея она была куплена на авито и стоило где-то около 20000 рублей ну и на освещение мы потратили от 3 до 5 тысяч рублей итого общая сумма на гардеробную у нас 40000 рублей на эти деньги честно говоря даже нормальный шкаф не купишь тем более сколько проблем и вопросов она решает я считаю что она абсолютно стоит каждого потраченного рубля что касается размеры гардеробной то он был рассчитан на с учетом кровати который на тот момент уже была куплена размер ее 210 плюс наши прикроватные тумбочки которые также уже имелись соответственно с каждой стороны кровати мы просто оставили по 70 сантиметров на проходы и для того чтобы тумбочки вместились свободно и был воздух кстати по правилам эргономики проходы между кроватью и стеной должны быть не менее 50 сантиметров у нас получилось 70 сантиметров так что это более чем достаточно а сама гардеробная внутри должна иметь глубину не менее 110 120 сантиметров потому что 50 60 сантиметров должно остаться на проход и также 55 60 сантиметров занимает хранение с плечиками наша же гардеробная получилось примерно метр шестьдесят на 260 ну и напоследок несколько слов о нашей раме многие также писали что это какое-то уродство безвкусица тут я конечно не берусь судить так как на вкус и цвет все фломастеры разные мне например кажется что такая прекрасная рама в принципе не может ничего испортить и пусть уж лучше она украшает нашу стену чем она бы продолжала гнить в сарае а также я хочу успокоить защитников старины мы не ломали эту раму не резали она изначально была разделена на две части видимо там для более удобной транспортировки и мы все сохранили то есть подиум мы сохранили и в будущем мы обязательно дадим эту раму вместе с подиум подиумом на профессиональную реставрацию ее приведут в первоначальный вид вставят зеркало и она займет свое законное место в нашей будущей гостиной ну вроде бы все обсудили так что если у вас остались какие-то вопросы пожалуйста пишите в комментариях ну и конечно же не забывайте подписываться на мой канал если эта тема вам интересно ну что прощаюсь до встречи в новых роликах пока пока